Ну что, ребятки, всем еще раз огромный привет! Кого не видела, кто еще не заглядывал ко мне на канал, я вас всех приветствую в ютубе! А мы с вами продолжаем делать обзоры на видео Самвела Адамяна. Итак, собирается на вождение. Утро. Редко такое бывает, когда Самвел просыпается утром, ну что поделать? Нужно брать уроки, скоро экзамены, он нам сказал, ну что тут было, что тут было, ребяточки мои дорогие, все по порядочку. На кухне хозяйное, мужичок в пределе, ребята, посмотрела я, какой-то помятый, опухшее лицо, скорее всего, правда, действительно-таки гуляли с колясиком, наверное, не досып, и чуть-чуть употребили. Ну ладно, сильно критиковать я не буду, потому что это случается очень редко, очень и очень редко. Написали в комментах, там почитала, ребята, ой, алкаш, лиха беда начала, а вот с этого все и начинается. Ребят, не смешите, пожалуйста, ему сорокет. Вы видели, как он бухает? Ему плохо потом становится. Действительно, он говорит, ну, такие люди не будут пить. Тому, кому плохо, и кто умирает, тот в алкаша не превратится. Тем более, у него был такой пример с детства перед глазами, я думаю, не станет он опускаться прямо уж до такой планки, совсем до плинтуса, да? Готовит завтрак себе сам Велл. Сухомяточка, бутики, но сколько этих бутиков, ребят! Вытащил упаковку хлеба белого, но потом заточил, смотрю, и черный хлебушек пошел в ход. Красную рыбку, упаковочку приговорил, потом колбаски, солямки, нарезочки все. Потом у нас в Португалии называется это призунта. Ну, хамон, я так понимаю, да, в Украине, в России. Мне как-то так более привычно. Я вот привыкла за 23 года. Призунта и призунта. Вяленое мясо, слайсами очень тонко нарезанное. Натур продукт, ребят! И хомячит, и хомячит. Показал нам севка. Калину вот эту, которую, помните, у бабушки в пучках покупал. Прогнозировали, что выбросит. Это все показуха. Но он говорил, мамки отнесет. Никуда не понес. Сам переработал, надавил и, видим, сидит, пьет чаек. Замечательно, милое дело. Для здоровья то, что надо. Но что это Калина с ним сделала? Девочки и мальчики, что произошло вообще с человеком? С катушек слетел напрочь. Начал критиковать в начале зрительниц. Такие-сякие раз такие. И напоминали ему про днюху у Карины. Кстати, поднялся вопрос. А ты помнишь про день рождения у Каринки? Ты поздравил? Кто-то там написал и спросил в комментариях. С днем рождения, Карин! Что его так психи взяли? Обычно, Самвел, ты забываешь. Ты сам говоришь. Имена людей не помнишь. Да, ты забываешь. Ничего в голове не держишь. Ну вот поэтому, мне кажется, зрительница тебя и напомнила, и предупредила. Хотя, как-то она так задним числом. Говорит Севка у Карины Пятого. Ему написали Шестого. Может быть, ты прочитал Шестого? Не знаю я. И тем не менее, что это была за реакция? Нервы, какие-то психи, недовольство. И тирада из матюков. Матерился, как сапожник. На чем свет стоял. Хотя злости в его тираде я не слышала и не видала. Поэтому, думаю, что это было все-таки представление для нас с вами, для любимых зрителей. Итак, информация про Карину. Какая-то крупица из уст Самвела прозвучала. Говорит. Во-первых, меня никто не приглашал. С этого надо и начинать, ребят. Вот и не приглашали. Написали вы в комментариях, что Карина была еще расстроена не только болезнью речи, ребенка, да, потому что у Родика была высокая температура. Но каждая мама переживает. Здесь все можно понять. Какое настроение будет. Она планировала свой день рождения отпраздновать в заморских странах. Все с мамой и папой хотела поехать, да, отдохнуть немножко. А мама Ира как-то все подстраивалась под Самвелку. Что ей этот Самвел дался? Почему не поехать с дочерью, с семьей, не отдохнуть? Нет, вот как Самвелка, вот будем ждать Самвелку. А Самвелка обещал, обещал. Все, завтраками кормил, кормил. Потом начался сезон в театре. Вот тебе работа. Все заглохло. И никуда он поехать просто не смог. Вот и отложилась поездка. Кстати, хочу сказать, ребята, что я здесь Иру вообще не поняла. Ну, правда, это твоя родная дочь. Не так часто вы с Кариной где-то ездите вместе отдыхать. Это тоже факт. И почему не поехать вот вместе с семьей дочери? Да, ну, ребенок твой просила. Притом Карина планировала этот отпуск свой, эту поездку туристическую. И почему был главный Самвел? Не потому ли, что Самвел там башляет за все и оплачивает все хотелки, может быть, и номера в гостинице? Я не знаю. Еще раз говорю, ничего не могу утверждать. Это просто какие-то фантазии мои и предположения. Я могу, да, свое мнение высказывать и догадываться о чем-то. Хотя, 100% на самом деле, может быть, все не так, и я ошибаюсь. И тем не менее, вопрос повис в воздухе. Почему, Ира, почему все уперлось просто в одного Самвела? Ты уже столько раз с ним ездила отдыхать. Ни один, ни два раза. И зачем он тебе сдался еще раз? Ну, вот здесь непонятно. Конечно же, я бы тоже обиделась с вами, согласна. Вы такое же мнение свое написали в комментах. Я бы тоже обиделась на месте Карины. Ну, как так? Странное поведение было. Я, Ир, в этом как раз случае, в этой ситуации вообще не понимаю, отказываюсь даже понимать. Итак, не пригласили на день рождения. Карина, оказывается, не хотела ничего отмечать. Но, сказала Карина из слов Самвела, ну, надо, вынуждена, потому что, наверное, так принято, наверное, мама надавила. Ну, давай, ну, хоть ужин какой-то, ну, хоть чуть-чуть там что-то, давай отметим, посидим. Хотя, вы правы, ребят, что говорите, когда болен ребенок. Ну, какие могут быть застолья, какие сборы, гости? Конечно же, матери не до этого. Здесь все понятно. Вот когда уже немножко информация поступила, тогда все понятно. Потому что, я вам признаюсь, честно, я не смотрю Диану на постоянной основе. Раз в месяц где-то кто-то в комментариях дает какую-то наводочку, а вот то-то произошло, глянь, Анжелика. Я зайду, посмотрю. Так не смотрю. Ребят, правда, есть еще своя жизнь. Слишком много развелось, Адамяна. И не отсылайте меня к этой Айгуши, мне она вообще не интересна, честно вам признаюсь. Я не говорю, что она плохая девушка, что там что-то не так и плохо. Не разбиралась, не смотрела, пару видосиков на перемотке глянула, не мое, не заходит вообще. Итак, разошелся Севка не на шутку. Сильно его задели комментарии зрители. Почему до сих пор не привык к тому, что троллят, к тому, что будет негатив. Уже столько лет в Ютубе и понеслось. Я почитала, ребят, в комментариях. Очень много его зрителей приняли это за позитив. Но такая же часть зрителей, большая аудитория, были возмущены в который раз его поведением. Ну, правда, матерился, оскорблял. О чем речь? Были сомнения по поводу этого огромного букета роз. Вот как Таня из Сталина догадалась. Я уже это озвучивала, принести именно к мамке, откуда знал, скорее всего, ты сам себе заказал эти цветы. И он психует на такие комментарии. Сам Вэл, я имею в виду. Нервничает, психует, начинает орать и говорит. Есть курьер, который спрашивает, где вы будете. Где вы были с 8 до 11? Где вы были, я вас спрашиваю, с 8 до 11? Мы частенько цитируем классику. Я очень надеюсь, все понимают, о чем я говорю и о чем идет речь. И про вот то. Откопались уже. Я очень люблю вот такие вот, знаете, девочки. Немножечко какие-то хода. Лавировали, лавировали. Ой, понесло меня. Ну да ладно. Это мы любим с сыном играть в такие заморочки. Напишите, кто понял, о чем я говорю. Будет очень интересно. А вдруг и с вами завяжутся такие игры. Итак, брань посыпалась на головы зрителям. Заказал через курьера. Курьер спросил, где он будет. На планетной. Сюда принесли цветы. А еще была версия. Ну, здесь правда смешно, бабоньки. В очередной раз призываю вас, дружите с головой, когда что-то пишете. Я понимаю, что есть и семидесятилетние женщины, и постарше даже, которые дружат с компьютером, с интернетом. Научились писать комментарии. Я все это понимаю. Но вы хоть чуть-чуть как-то, ну так, подумайте, сделайте какие-то отступления в своей голове. Порассуждайте, потому что, ну действительно, написали, букет этот из роз был на прокат. Это как? Что типа Севка взял эти цветы на прокат показать, а потом их домой не забрал. Вот он и начал нам с ором, со страшным. Я представляю, с утра вот такого соседа, да? Через стенку кто-то там выращит, лящит. Боже ж ты мой, а ты так спишь в своей теплой кроватке, и вдруг какой-то ор через стенку. Дурдом, правда. Показал, стоит букет в гостиной, на столе. Есть. Не на прокат, девочки. Все-таки Таня Таллин высылает такие цветочки, тратится, очень любит. Ой, сам Велку. И понеслось. Ребята, взял эту упаковку хлеба и как начал дубасить зрителей, как бы зрителей по экрану. Там написали, ой, боже мой, у меня сотрясение мозга. Ой, боже мой, да что ж так больно лупишь? Да не так сильно. Еще одна зрительница пишет, походу у меня фингал. Ну, просто дубасил, дубасил, пока не сломал стоечку, держатель. Да, я так поняла, для телефона придется новый покупать. Увидим это. Сам взбесившись еще больше, начал орать, что это мы, зрители, виноваты. И давай швырять нас, я так понимаю, телефон в мусорное ведро. Закинул туда к рыбьим ошметкам, в помойку, короче. Ой, боже ж ты мой, Севка, да что ж с тобой творится? Понятное дело, что контент. Понятное дело, что хотелось как-то взбодрить своего зрителя. Но, видно, бухать тебе все-таки противопоказано, Самвел. И вот эта Калина сыграла злую шутку. Ты взбодрился, ребят, по-моему, чересчур. Продемонстрировал нам, как он сидит в кресле, в салоне автомобиля. Что куда надо нажимать, где какую педальку давить, в какое зеркало посмотреть. Все это продемонстрировал нам. И сказал, ставлю манекены, куколок, называю вашими именами и буду давить. Сомневаетесь, что я вожу машину? Вот выйду на дорогу, и будет вам вот тот виздец. Ой, ребят, слава богу, пишет одна зрительница, что я не ходила в городе в тот день, не выходила вообще, когда у тебя было вождение. А то аж страшно становится. Ну, действительно. Самвел, ты как-то поаккуратней, пожалуйста, на дорогах. Все понятно, юмор юмором. Но как-то нужно собраться, потому что за рулем, ой-ой-ой-ой-ой-ой, мамка тебе правильных тренделей вкачала. И сказала, вот не дай бог что-то случится. Вот не дай бог, бывает же разное всякое, да? Пассажиры, это живые люди, пешеходы, это живые люди, в машинках ездят тоже живые люди. Очень аккуратно. Говорит, я как дал газу, что бедный инструктор вспотел. Говорит, что ты делаешь? Тут же можно только 30 километров в час. А я за пять минут и на трассу, и на трассу. Главный вектор, ребята, у Самвела ведет всегда на трассу. Кто не верит, что он водит, все прячьтесь. Был такой лозунг, еще там предложили такую наклеечку ему подарить, когда права будет получать. Наклеечку на лобовое стекло, на бибику Севке. Было бы очень здорово, если бы кто-то эту фразу запечатлел и подарил. Я, кстати, не сомневаюсь, что Севка может и наклеить вот такое вот на свою машинку. В общем, ребят, побежал наш рыжий на вождение, все-таки водит. И скоро экзамены, поэтому прячьтесь, все прячьтесь. Как-то меня немножко, ребята, это заботит. Вы знаете, побаиваюсь я вот таких водителей, как Самвел. Но дай Бог, что это было все только представление. И что на самом деле человек за рулем будет очень серьезен. До вечернего обзора, дорогие мои. Всем пока.